Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Это видео я адресую исключительно, хотя кто-то, возможно, посмотрит его просто из какого-то интереса, потому что действительно интересно узнать, как же устроена жизнь у блогеров, как они работают, как они снимают. Но это видео все-таки я адресую, повторюсь, если уж не исключительно, то в основном, блогерам, начинающим блогерам, которые задают мне вопросы. Я сама очень любила такие видео, когда была начинающим блогером, и я думаю, что начинающий блогер перестает быть начинающим блогером, когда у него случается 10 тысяч подписчиков совершенно точно. Почему? Не потому что 10 тысяч подписчиков это много или мало, а потому что тогда в отношении твоего канала меняются алгоритмы. Тогда продвигать свой канал несколько легче становится. Сейчас я записываю свое видео с мокрой головой. Я только что закончила записывать видео про массаж для лица. Хочу попробовать новый формат. Ищите всегда свой формат. Но это видео будет о другом. Я часто получаю комментарии, вот на самом деле часто, о том, что, Яна, твой канал не развивается. Ты не улучшаешь монтаж, ты не улучшаешь заставки, ты не улучшаешь превью. И, в общем-то, тематика этого видео действительно такова. А стоит ли улучшать превью? То есть делать, допустим, какое-то специальное превью, яркое превью, как нам очень часто рекомендуют, либо вообще использовать стоп-кадр. Об этом я скажу в этом видео. Стоит ли делать такие специальные заставочки, типа, там, Яна Скворцова, мода, и падают, ну, не знаю, там, цветочки, сердечки, все зависит от вашего возраста. Либо, в моем случае, я минималист, какие-нибудь такие полосы бы двигались черно-белые, такое мое лицо, допустим, стильное, и я вся такая в черно-белом, не знаю, может, с серьгой висящей. Вот такие заставочки могут быть. Какое-нибудь музыкальное сопровождение, типа, Яна Скворцова, ты-ты-ты-ты-ты-ты, побежала дорожка, и я такая, хопа, встаю опять перед экраном. Ну, как еще можно улучшить собственное видео? Ну, монтаж, конечно же, монтаж, например. Я говорю, а сегодня, дорогие зрители, мы поговорим о том, стоит ли улучшать свой контент. Вот тут такая, хоп, на весь мой лоб, либо на все мое тело, либо где-то слева, либо где-то справа надпись. Улучшать канал, каким образом можно это сделать? Ну, вот как-нибудь так. Могу вам совершенно точно сказать, когда я начала записывать канал, я прекрасно понимала, что тот продукт, который я выдаю на экран, он очень сильно отличается от того, что я вижу как зритель, то, что я люблю смотреть как зритель на самом ютубе. И я очень долго, признаюсь, скомплексовала по этому поводу, но я изначально, идея моего канала была такова, что я вливаю ровно столько времени, сколько у меня остается, в моем случае уж, извините, после уборки. То есть я, на самом деле, отправляла на прогулку детей, убирала квартиру, и, возможно, даже готовила обед, и потом записывала, ну, вот одно видео, выпускала примерно 3-4 видео в неделю, как у меня получится, так я и выпускала. Потом, когда я поняла, что можно по-другому монтировать, и можно по-другому снимать, и на другую технику снимать, конечно же, стал для меня вопрос, как для любого блогера, а стоит ли вливать в свой канал денежные средства, когда, а, ты еще не зарабатываешь, б, когда ты включаешь монетизацию, когда я включила монетизацию, в первый месяц после монетизации я заработала 40 долларов, даже не евро, я живу в Европе, мне нужны евро. Во второй месяц я заработала 80 долларов, и все эти деньги уходили на трафик. Трафик в месяц мне стоит в районе 100 евро. Весь этот трафик поглощаю я, потому что другой трафик, который поглощает семья, мы, скажем так, ведем отдельный, отдельный этот счет. Поэтому любой блогер рано или поздно стоит перед вопросом, стоит ли покупать камеру, стоит ли покупать цвет, стоит ли покупать платные программы по хорошему монтажу, наверное, я правильно ставлю ударение, и так далее, и так далее. И в определенный момент я решила для себя, что я не буду ни на что тратиться. Единственное, что мой муж подарил мне новый телефон, он подарил мне его, потому что тот телефон, который он мне подарил, он увидел с какой-то мега супер скидкой, возможно, это была предпасхальная какая-то распродажа и промо-акция. Действительно, эти телефоны потом вернулись на прежнюю стоимость. И вот таким образом я стала обладательницей айфона семерочки, самая простая модель, самая базовая, минимальная память 32 джига, либо еще чего-то, я вообще в этом не разбираюсь. И вот таким образом качество моих видео чуть-чуть улучшилось, потому что до этого я снимала, мне кажется, либо на четвертый айфон, либо на пятый. То есть у меня был очень-очень старый телефон, и я не придавала этому значения. Я также иногда все-таки снимала себя на айпад, который был еще старше, чем мой мобильный телефон. И к мобильным телефонам я всегда относилась очень спокойно. Я говорила, что вот этот телефон, который муж мне подарил, это мой первый телефон, который был предназначен для меня. Обычно я использовала телефон после своего мужа, потому что, повторюсь, была всегда равнодушна к этой технике, и мне с ней очень-очень сложно управляться. И потом стал также вопрос про свет, потом стал также вопрос про звук и так далее, и так далее. И когда я стала зарабатывать и смогла позволить себе уже действительно не только оплачивать трафик, а, допустим, лампы прикупить, допустим, хорошие микрофоны прикупить, не вот эти китайские петлички, они вас подведут, их почему-то все хвалят. У меня было две китайские петлички, они меня очень сильно подводили, они давали очень резкий звук. Плюс у меня волосы, если касались микрофона, то мне приходилось браковать целое видео. И я отказалась полностью от использования петличек, когда однажды я записала 3, а то и 4 видео, как я люблю записывать, и все 4 видео получились без звука. Был такой зумер непонятный, то есть была какая-то помеха в соединении, то есть я неправильно подсоединила. Если у вас есть родной микрофон, записывайте лучше на родную гарнитуру, она гораздо-гораздо лучше работает, но для этого вам понадобится старый микрофон, потому что мы знаем, что беспроводные наушники не дают возможность записывать нам звук на экран, то есть нам все равно придется сидеть с проводом и непосредственно с микрофоном уха. Но звук действительно гораздо-гораздо лучше. На родной гарнитуре я тоже потом пробовала таким образом записывать. Так вот, дорогие мои зрители, я сейчас совершенно осознанно не меняю вообще никак свой формат. Это происходит по трем причинам. Первая причина – я очень доверяю алгоритмам Ютуба. Вот когда алгоритм Ютуба на стритстайле выбирает фотографию, он делает стоп-кадр, поверьте мне, алгоритмы Ютуба не действуют просто потому, что на третьей секунде они отрезали стоп-кадр, либо там на какой-то запрограммированной из 10-минутного видео они отрезали стоп-кадр на какой-нибудь 9-й минуте. Нет, алгоритмы Ютуба выбирают тот стоп-кадр, который нам рекомендован. Как правило, именно он идет на черновой заставке. Загуглите, пожалуйста, точнее не загуглите, на моем канале посмотрите «Лидеры просмотров». В «Лидерах просмотров» очень долго было видео, возможно, сейчас. Оно стритстайл по-давански, какой-то стритстайл. Там женщина-синьора сфотографирована со спины, вообще ничем не примечательная картинка. Это та заставка, которую мне выбрал алгоритм Ютуба, и я ее почему-то оставила. Вы не поверите, когда я на нее посмотрела, я подумала, в этом ничего нет, но почему-то я хочу ее оставить. Вот с тех пор я доверяла алгоритмам Ютуба. На моем канале есть также видео «Стритстайл 60 плюс», либо «Как стоит одеваться женщинам 60 плюс, 50 плюс». Это первое видео, которое я выпустила в этой тематике, и там тоже стоп-кадр, который был выбран мне алгоритмом Ютуба. Посмотрите, этот ролик, он выпущен недавно, но он тоже в «Лидерах просмотров», он совершенно точно входит в десятку, а возможно даже в пятерку. И там вообще очень странный стоп-кадр. Там вообще стоп-кадр не отражает тему моего видео. Там молодая девушка каким-то образом поправляет волосы, и что-то розовое на ней надето. То есть вообще, казалось бы, на эту превьюшку никто не кликнет, никто не посмотрит, но тем не менее это так. Поэтому я очень доверяю алгоритмам Ютуба. Иногда я сама оставляю ту картинку, которую мне оставляет алгоритмы Ютуба. У меня есть очень смешное видео, точнее видео не смешное, а видео серьезное, где я убираюсь. Так вот алгоритм Ютуба поставил мне на заставку в тот момент, когда я к ведру нагнулась, и камера была у меня, что называется, не фронтально, а со спины это видео тоже вы легко найдете, моя уборка, плейлист уборка. Там, в общем-то, я загнулась, что называется, и вот в такой непримечательной позе я тоже оставила, потому что я доверяю алгоритмам Ютуба. Это первое. То, что касается превьюшек, то, что касается вот этой музыки в начале канала, то, что касается вот этой заставки с твоим именем прекрасным, и, возможно, твоей фотографией, возможно... Я, кстати, очень хорошо отношусь к Карине Нигай, но я не смотрю ее видео, потому что, ну, невозможно все эти заставки пересмотреть уже просто и реклама, и заставки, и пока она делает ввод, а бывает очень медленный интернет у меня, я всегда, когда смотрю у других ютуберов, я свои видео выгружаю, поэтому я других ютуберов в этот момент смотрю, и у меня вообще все очень медленно грузится. Вот пока ты все это просмотрел, просмотрел, пока ты дошел через подводку на суть видео, тебе уже на самом деле не хочется ничего смотреть. Я все это учла, и поэтому я никогда не буду делать подобные заставки. Пусть мой каналчик смотрится доморощенным, пусть я снимаю... Вообще, кстати, сейчас очень много примеров действительно каналов, где блогеры снимают на телефон. Но, правда, это не на русскоязычном ютубе, таких примеров на русскоязычном ютубе я не знаю, хотя невозможно есть, но есть очень много каналов, миллионников, где блогеры начинали снимать на телефон и продолжают снимать на телефон. Как, например, я продолжаю снимать на телефон, Я просто считаю, что моя семерочка принесла мне удачу. У меня канал очень быстро развивается, очень медленно развивался, как у всех, но вот после 10 тысяч просмотров я очень довольна именно органическим ростом, потому что я никогда не вкладывала в рекламу других блогеров, либо в рекламу AdSense, либо вообще в рекламу где-то на паблике. Ну и третий момент, который бы мне хотелось затронуть. Помимо того, что все эти заставки очень сильно тратят время вашего зрителя и ваше время тоже, потому что на монтаже все это нужно сделать, все это нужно, что называется, обыграть, вставить и, возможно, какие-то новые, опять же, вот такие вот, пустите красивые, отражающие смысл видеонадписи, либо ты так глаза делаешь, тык-тык-тык глаза, ну вот все такое, это, конечно же, усложняет твой монтаж. Самое главное, дорогие блогеры, я очень интересуюсь аналитикой YouTube, которая проводится в YouTube для блогеров. Я посещаю все англоязычные видео, я читаю практически все статьи и советую вам это делать. И я вам могу сказать, и на своем канале я это понимаю, я это вижу, что сейчас абсолютно точно тенденция, которая захлестнула англоязычный YouTube, это тенденция полезного, доморощенного канала. Это не тенденция, где ты вся такая красивая сидишь, рассказываешь про свои шикарные волосы, а потом в один момент, ну ты уже не знаешь, о чем записывать видео, и рассказываешь, как мыть свои накладные пряди, снимаешь их с себя, и тут у тебя остается вот примерно вот так. Это уже не тот контент, который востребован, это опять же некая картинка, которую зрители больше не хотят видеть. Зрители хотят видеть реальную жизнь, это факт. На англоязычном YouTube это стало тенденцией. И эта тенденция перемещается также на русскоязычный YouTube, чему я очень рада. Я вообще, когда начала записывать свой канал, я поняла, что полиэстеровую одежду можно заснять так красиво, что, в общем-то, все будет конфетка. А потом зрительницы, возможно, с ограниченным бюджетом приходят в те же самые магазины, где все это было примерено и отснято, трогают руками и думают, ну ладно, куплю, возможно, будет когда-то смотреться так же. Никогда не будет смотреться так же, потому что есть определенные хитрости съемки, есть то, что камера любит, то, что камера не любит, а в жизни это может смотреться совершенно по-другому. Либо хуже, либо лучше, все зависит от того, все зависит, в общем-то, от многих факторов. Поэтому я очень рада, что на русскоязычный YouTube также приходит и становится популярным, и мой канал этому подтверждения. Многие каналы, на самом деле, этому подтверждения, в том числе в таком непростом сегменте, как мода, модный контент. Здесь тоже теперь все-таки тенденция, которая, я уверена, в ближайшие два года разовьется. Я очень рада, что я эту тенденцию почувствовала и могу вам о ней рассказать. Это что называется показывать реальную жизнь. Это, допустим, рецепты и выпечка, когда реальная хозяйка это делает. Не хозяйка с наманикюренными ногтями, хотя это все может быть, я сама люблю очень маникюр и так далее. Но мы все понимаем, что изо дня в день выпускать рецепты, видео рецептов, где ты при полном макияже, при полной прическе и с накрашенным, с маникюром, я просто сужу по себе, у меня дейли-контент, не все все-таки так работают, не все так на ютубе выпускают часто видео, но это невозможно. Зрители хотят видеть реальных хозяек, которые пекут, зрители хотят видеть реальных мам, которые воспитывают со своими детьми, общаются со своими детьми. Зрители хотят видеть реальных бьюти-блогеров, которые на своем лице показывают, как вот все это может смотреться и без прически, возможно. Это очень спорный момент. Кто-то скажет, нет, я на это неправда. Но по своему каналу я это совершенно точно чувствую. По аналитике на своем канале, по аналитике, которую проводит YouTube для нас, авторов YouTube прежде всего, я это чувствую. И я совершенно точно буду продолжать работать вот в таком, скажем так, в таком сегменте и в таком стиле. Во-первых, это мне жизнь упрощает. А во-вторых, я считаю, что в ближайшие два года на русскоязычном YouTube будет просто бум вот такого вот негламурного, совершенно нормального человеческого контента. Контента с человеческим лицом, по-другому не скажешь. Желаю всем начинающим блогерам, конечно же, успехов и продвижения канала, хоть и органическим способом, органическим ростом, но все-таки более быстрого роста. А всем зрителям я желаю найти действительно канал, который отражает и, возможно, поддерживает их взгляды, но который прежде всего является для них информативным. Для меня YouTube-площадка – это прежде всего поисковик, который был создан Google для поиска информации, которую не нужно читать, которую можно воспринимать визуально, либо которую можно просто слушать. Всем желаю, всем желаю хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok